Документ запускает образовательную реформу. Она предусматривает обширные изменения в системе образования и структуре учебных заведений. Но видимые перемены наступят не сразу, утверждают специалисты. На приведение в соответствии с новым законодательством содержания деятельности всех учебных учреждений, согласно требованию закона, отводится 5 лет. Первые нововведения стартуют с 1 января следующего года. Они будут касаться финансирования. Минимальная зарплата учителя повысится и составит 5100 гривен. При этом без изменений останутся надбавки и премии. Школьников же в этом учебном году реформа пока не коснется. Мы начинали учебный год по действующему старому закону об образовании. Закон обратного действия не имеет. Поэтому все, что будет происходить в этом учебном году, оно будет происходить по всем тем требованиям, с которых мы начали учебный год. В первую очередь закон затронет детей, которые пойдут в школу в следующем году. Первоклассники перейдут на 12-летку и будут учиться по концепции новой украинской школы. Язык преподавания дети смогут выбирать только до четвертого класса. А в средней школе все предметы будут читать на украинском. Эксперты поясняют, для того, чтобы нововведения вступили в силу, к следующему учебному году необходимо разработать ряд подзаконных актов. Закон Украины об образовании уже вступил в силу. Однако первые изменения в украинских школах мы сможем увидеть только со следующего учебного года. Чтобы опробовать реформу, 100 школ взяли на себя роль первопроходцев и уже учат детей по новым стандартам. Вторая школа Богодухова принимает участие во всеукраинском эксперименте. Это одно из четырех образовательных учреждений области, в котором два первых класса учатся по стандартам новой украинской школы и принимают участие в доработке закона. Эти два класса работают за новой программой. Программа, которая предпочитает апробацию нового государственного стандарта. Конечно, стандарт очень отличается от предыдущего. У них был лисиный березень. Первое и самое заметное изменение – новая организация кабинета. Теперь в помещении обязательно должен быть ковер, где дети смогут отдыхать и заниматься во время урока, а также игровой уголок. Парты расставлены так, чтобы первоклассники могли общаться между собой. Сам образовательный процесс скорее напоминает игру, в которой за один урок дети учат сразу несколько предметов. Такой подход называется интегрированное образование, поясняет учитель. Украинская мова, математика и мастерство – это в одном уроке у нас идёт. И мы можем сначала слушать вирс или рассказ, потом писать, и в конце мы можем малювать или театрализовать. Каждую неделю учитель самостоятельно выбирает, разрабатывает тему недели. Все уроки с понедельника по пятницу связаны между собой. У нас тема тижня осень была, то целый тиждень мы говорили про осень, и про тварин, и про рослин в осень, и какие изменения происходят. Все это дети за весь тиждень, я думаю, засвоивают. По задумке такой подход должен развить у детей стремление к знаниям, поясняют эксперты. Это направлено на то, чтобы поддержать у детей интерес, и для того, чтобы в конце первого класса, по большому счёту, он у них не угас, а наоборот, стало более интересно. В новой школе первоклассников оценивают устно, без каких-либо отметок. А ругать детей за плохое поведение можно лишь в личном разговоре. В присутствии всех учеников делать этого не рекомендуется. Я стараюсь детей хвалить, подбайоривать и давать им лишь позитивные оценки, даже за маленькую их работу, за маленькое их досягнение. По словам педагогов, первые результаты новой системы образования уже заметны. Эти дети набагато социализованнее, потому что цего стандарта идет как раз на социализацию детей, первое за все. Первое за все, социализация детей и збережение ценностей детства. Потому что те дети, которые пришли, они все видуали дитячий садок, но разницы между дитячим садком и школой они сейчас не помечают. Тебе в школе подобается? Дуже. Дуже? А чему? Потому что школа самая лучшая, это самый лучший класс. Потому что в садочку требуется вчитесь, а в школе тоже требуется, но в школе лучше, чем в садочку. В Академии непрерывного образования говорят, человекоцентризм и свобода для учителя – главные принципы новой системы. Ориентация на ученика, на каждого ученика, создание ему возможности для того, чтобы он мог проявить свои способности, может быть, разбудить какие-то способности и, соответственно, помочь ему сориентироваться в этой жизни. Будет ли успешная реформа, предугадать пока нельзя, говорят специалисты. Это зависит от стремления учителей в корне изменить стандарты. Перед началом следующего учебного года переквалификацию пройдут 25 тысяч педагогов, которым предстоит учить первоклассников по новой системе. Тамара Данилова, Дмитрий Герасимов, Павел Велицкий, Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...